В середине 20 века человечество было одержимо атомом. Энергия, вырвавшаяся из урана, казалась решением всех проблем – от электричества до космоса. Именно в это время в Соединенных Штатах инженерные умы задались вопросом – а что, если создать транспорт, который будет двигаться десятилетиями без дозаправки? Так родилась идея машины, получившей условное название «ядерный трактор». Эта концепция принадлежала корпорации General Motors и изначально предназначалась для поддержки амбициозного проекта – создание гигантского вездехода, способного пересекать любые ландшафты. Механическое чудовище, напичканное сложнейшими технологиями, должно было работать автономно в самых отдаленных точках планеты. В его сердце должен был стоять миниатюрный ядерный реактор. В отличие от обычных двигателей внутреннего сгорания, этот источник энергии позволял бы машине работать десятки лет без необходимости в топливе или зарядке. Вопреки ожиданиям, проект не был списан как фантастика. General Motors действительно построила несколько опытных прототипов, правда, пока без ядерной установки. Самое поразительное – одна из таких машин, LE Tourneau TC497, реально существовала. Эта конструкция состояла из тягача с четырьмя дизель-генераторами и длинной вереницы прицепов на сотнях колес. Она была предназначена для военного снабжения в условиях, где нет дорог. Длина состава составляла почти 60 ярдов, а общая грузоподъемность поражала воображение. Представьте себе поезд без рельсов, ползущий по пустыне. Хотя в результате реактор так и не установили, сам факт, что корпорации всерьез разрабатывали подобную технику, звучит пугающе и завораживающе одновременно. Идея, что по земле могла ползти машина с ядерным сердцем, кажется не просто фантастической. Она до сих пор вызывает холодок по спине. Но пока одни мечтали о ядерной автономии, другие строили нечто куда более грозное. Представь себе машину, которая выглядит как гибрид танка, спорткара и безумной фантазии инженера. Это РИПСО, самая безумная гусеничная платформа в мире, созданная американской компанией Howe & Howe Technologies. Название переводится как «цепная пила». И, честно говоря, оно отражает ее характер лучше любых технических характеристик. РИПСО не просто быстро ездит, так она рвет землю под собой. Этот монстр может разгоняться до 60 миль в час. А ведь он на гусеницах? Для сравнения, большинство боевых танков с трудом преодолевают отметку в 25 миль в час. А теперь представьте себе, как эта махина мчится по пересеченной местности, перескакивает через рвы и проламывает заборы, словно бумажные. Но не только скоростью шокирует РИПСО. Ее можно оснастить пулеметами, гранатометами, модулем дистанционного управления и даже системой искусственного интеллекта. Некоторые модификации управляются вовсе без водителя. Они действуют как дроны на гусеницах, выполняя команды в боевых условиях. Ее часто используют в демонстрациях перед военными делегациями. Причина проста. Ни одна другая гусеничная платформа не сочетает в себе такую смертоносную эффективность и при этом такой дикий внешний вид. Ее форма угловата, агрессивна, словно вырезанная из комикса о постапокалипсисе. Неудивительно, что РИПСО попала в фильмы вроде «Форсаж» и «Безумный Макс». Она и правда выглядит, как будто сбежала с киноэкрана. А теперь представь, эта машина реально стоит в ангарах, выезжает на полигоны и способна устроить адский ураган всего за пару секунд. Но если ты думаешь, что гусеницы – это предел инженерного безумия, ты еще не видел машину, которая не ездит, а шагает. Механический осьминог. Инженерная фантазия может заходить очень далеко, но иногда она буквально оживает в металле. «Мантис», вот восьминогая гидравлическая машина из Великобритании, выглядит как оживший кошмар из научной фантастики. Она не едет, она не ползет, она медленно методично шагает, словно огромный механический паук, выпалший из лаборатории безумного профессора. «Мантис» весит около 4,5 тонн, ее высота – почти 3,5 ярда, а восемь стальных ног управляются мощными гидравлическими приводами. Система управления напоминает пилотирование вертолета, куча рычагов, экранов и кнопок. Внутри кабины пилот ощущает себя, будто внутри боевого меха из видеоигры. Создатели из Micromagic Systems сделали машину не ради войны. Это инженерный эксперимент. Но визуальный эффект просто убийственный. Когда «Мантис» начинает движение, она не просто идет. Она шагает по земле с величественной устрашающей грацией. Ее движения кажутся живыми, почти животными, и это вызывает у зрителей смесь ужаса и восторга. Инженеры потратили годы, чтобы добиться синхронности движения всех ног. Каждый шаг требует точного расчета давления и угла поворота каждой ноги. Ошибка. И машина теряет баланс. Это настоящий гимн инженерному упрямству. «Мантис» редко использует в практике. Она слишком громоздка. Но как демонстрация того, на что способен человек, когда решает построить ходячую машину, она не имеет равных. Просто поразительно, что такая штука вообще существует. А теперь представь, что вся эта механическая прелесть встала на рельсы. Причем с пушками. Убийца бронепоезда. Забытая эпоха войны, когда гигантские составы превращались в подвижные крепости. Но один из них стал по-настоящему легендарным. Советский бронепоезд под названием «За Байкал». Построенный в середине 20 века, он выглядел, как если бы кто-то решил скрестить танковую колонну и локомотив. Этот монстр на рельсах был обшит толстой броней и вооружен настоящим арсеналом. Артиллерийскими орудиями, зенитками, пулеметами и даже минометами. По сути, это был боевой корабль на железной дороге. Его задача — защищать стратегические участки от диверсантов и вражеских наступлений. Длина такого состава доходила до сотни ярдов, а его боевая мощь сопоставима с несколькими танками. Экипаж состоял из десятков человек, включая радистов, артиллеристов, пулеметчиков и даже механиков. Но настоящая дичь — это подвижность. Несмотря на размеры, «За Байкал» мог разогнаться до 30 миль в час, обгоняя некоторые современные грузовые составы. Он перемещался по тайге, маскируясь и внезапно появляясь там, где его совсем не ждали. После окончания Холодной войны большинство бронепоездов ушли в историю. Но «За Байкал» до сих пор пугает своим видом и заставляет задуматься, насколько далеко готов был зайти человек, чтобы победить в войне. Однако не вся инженерное безумие скрывается под броней и пушками. Иногда оно живет среди рудников и пустынь в виде гиганта на колесах. Зверь из пустыни БЛАЗ 75701 — это карьерный самосвал, построенный в Беларуси. И он по праву считается одним из самых больших автомобилей на планете. Он выглядит так, будто предназначен возить дома, а не уголь. Высота — почти 25 футов. Длина — около 60. Один только его колесный диск выше среднего человека. А общая масса загруженного автомобиля может превышать миллион фунтов. Это не машина, это движущаяся платформа землетрясения. БелАЗ Зи способен перевозить более 400 тонн груза за один рейс. Причем делает это по пересеченной местности и карьерам. Роги — это лишь слово. Двигатель мощностью 4000 лошадиных сил крутит колеса диаметром с комнату, а кабина водителя выглядит как капитанский мостик космического корабля. Несмотря на свои размеры, эта махина управляется одним человеком. Все остальное делают датчики, гидравлика и компьютеры. С высоты кабины окружающий мир кажется игрушечным. Легковушки похожи на муравьев, люди на песчинке. Такие машины труятся в шахтах Австралии, Канады и Южной Америки. Они перевозят руду, гравий и уголь, превращая человеческие усилия в гигантский промышленный спектакль. И все же, даже рядом с этим гигантом есть машины, которые не просто ездят, они думают, стреляют и двигаются без человека внутри. Невидимый грузовик. Когда слышишь словосочетание «невидимый транспорт», воображение рисует фантастику. Голограммы, маскировку, научную магию. Но в реальности нечто похожее уже существует. Американский военный грузовик Ошкош ЛАТВ — это современное чудо инженерии, способное исчезать, не буквально, конечно, но для радаров и даже тепловизоров. Этот броневик был создан как замена знаменитому HMM-WV, более известному как Хамви. Но на этом сходства заканчиваются. Ошкош ЛАТВ — это уже не просто военный автомобиль. Это высокотехнологичная платформа, способная выживать в самых экстремальных условиях современной войны. Его кузов изготовлен из композитных материалов, которые рассеивают радиоволны. То есть вражеские радары просто не видят его так, как обычные машины. Он оснащен системой ТАК-4И. Это интеллектуальная подвеска, которая может адаптироваться к условиям местности за доли секунды. Машина чувствует дорогу и мгновенно меняет жесткость амортизаторов. Это не просто повышает проходимость. Это делает передвижение почти невидимым. Никаких резких подпрыгиваний, минимум шума, идеальный контроль. И все это в бронированной капсуле, защищающей от пуль, осколков и взрывов. Грузовик можно оснастить оружием, модулями дистанционного управления, даже средствами радиоэлектронной борьбы. Он может быть управляем водителем или двигаться полностью автономно. А в некоторых случаях скрываться от тепловизоров, охлаждая внешнюю поверхность за счет хитрой системы теплоотвода. Но если этот грузовик старается быть незаметным, то следующая машина, наоборот, кричит о своем существовании всей мощью авиационных турбин. И делает это над самой поверхностью воды. Мобильный аэродром. Если бы морской монстр мог летать, он выглядел бы именно так. Лун-класс экраноплан – одно из самых странных и шокирующих летающих сооружений в истории. Построенный в Советском Союзе, он сочетал в себе характеристики корабля, самолета и ракетной платформы. Представьте машину длиной более 300 ярдов, с массой около 400 тонн, способную двигаться на высоте всего нескольких футов над водой, со скоростью более 300 миль в час. Это не ошибка. Лун не плыл, не летел, а скользил над поверхностью, используя эффект экрана – воздушную подушку, возникающую между корпусом и водой при движении. Этот экраноплан был вооружен шестью противокорабельными ракетами «Москит», настоящими морскими убийцами, способными поражать цели на десятках миль. Его роль – блицкрик по водной глади. Появился, ударил, исчез. Радар практически не мог засечь его, он был слишком низко. ПВО не успевало отреагировать. Это был реальный ночной кошмар любого флота. Лун был построен в единственном экземпляре, и даже в одиночку он производил фурор. У него была команда из 15 человек, включая штурманов, радистов и командиров пуска. Когда он выходил в море, каждый его маневр был похож на демонстрацию инопланетной технологии. Сегодня он стоит списанный и ржавеющий, но даже в таком виде вызывает священный трепет. Машина, что ломала законы физики и здравого смысла, но при этом абсолютно реальна. Однако, не менее невероятной выглядит следующая махина под землей. Она не летает и не едет. Она прогрызает горы. Адское буровое ее имя — Берта. И она не просто машина. Она подземная буровая богиня. Построенная в Японии и использованная в Сиэтле, Берта стала самой большой буровой установкой щитового типа в мире. Ее длина — более 300 футов, а диаметр буровой головы — более 70 футов. Это значит, что она могла выкапывать тоннели, в котором свободно проедет четырехполосное шоссе. Когда Берта запустили, город содрогнулся. Ее лезвия срезали бетон, камень, даже старые конструкции под землей. Она грызла землю с неумолимой регулярностью. Почти 30 футов в день. За ее спиной сразу шел автоматизированный процесс. Укрепление стен тоннеля, откачка воды, укладка новых секций. Машина управлялась с помощью централизованной системы навигации. Любое отклонение и проект мог обернуться катастрофой. А она стоила почти 2 миллиарда долларов. Поэтому Берта стала настоящей местной легендой. Ее остановки, поломки и прорывы обсуждали в новостях как сплетни о звездах. Инженеры рассказывали, что внутри буровой головы была температура выше 100 градусов по Фаренгейту. А шум такой, что приходилось работать в специальных звукоизолирующих костюмах. Берта не жаловала слабых. Когда она закончила свой путь, ее разобрали. Но ее дух и прорытый тоннель остались. Символ того, как сталь и разум могут подчинить даже саму землю. Однако есть машины, которые создаются не для подземной борьбы, а чтобы плавать посреди океана и быть больше целого квартала. В плавучий город есть заводы. А есть Прелуд FLNG – плавающий завод длиной более 480 ярдов. Это крупнейшее плавающее сооружение, когда-либо созданное человечеством. Он добывает, перерабатывает и отправляет природный газ. Ну, прямо посреди океана. Прелуд – детище корпорации Shell. Его задача – это принимать газ с морского дна, перерабатывать его в жиженую форму и отгружать на танкеры. То есть он сочетает функции буровой платформы, химического завода и порта. В буквальном смысле это завод Горизонт. Видя его вживую, многие говорят, это не может быть реально. И все же это так. На борту работает до 200 человек. Есть жилые блоки, генераторы, антенны, склады, вертолетные площадки и даже системы защиты от торнадо. Чтобы просто заякорить Прелуд, понадобились специальные якоря весом в десятки тонн. Масштабы поражают. Все, что происходит внутри, автоматизировано. Сотни труб, реакторов, насосов, холодильников работают круглосуточно. Это настоящая плавучая экосистема, построенная на грани технологий. Прелуд не просто плавает. Он способен выдерживать циклоны, волну в 100 футов и ветер в 150 миль в час. Его корпус гнется, как живой организм, компенсируя удары природы. Но даже эта связь – не предел инженерного безумия. Потому что существует машина, способная ходить по лесу на стальных лапах и валить деревья, как инопланетный монстр – танк с мозгом. Когда говорят о танках будущего, представляют бронированных гигантов с пушками и лазерами. Но то, что действительно делает танк будущим – это его мозг. И танк под названием BAE Black Knight стал первым шагом к созданию боевой машины, которая думает сама. Black Knight был разработан как экспериментальный беспилотный танк. Без экипажа, без водителя, без наводчика. Все управление через дистанционную станцию или автономный режим. Да, ты не ослышался. Эта махина способна самостоятельно ориентироваться на местности, распознавать угрозы и принимать тактические решения. Снаружи он выглядит как обычный современный танк – гусеницы, башня, пушка. Но внутри – камеры, радары, датчики движения и искусственный интеллект. Он может самостоятельно выбирать маршрут, уклоняться от препятствий, засекать цели и даже запрашивать разрешение на открытие огня. Система позиционирования и управления движением позволяет ему передвигаться с точностью до дюйма. А тепловизоры и лазерные дальномеры делают его глазами гораздо эффективнее, чем человеческие. Все это делает Black Knight настоящим роботом на поле боя. Но даже более жутко. Он был создан в 2000-х. То есть уже тогда инженеры задумывались о замене человека в танке. Огненный кит. Когда лесной пожар охватывает десятки миль, обычные пожарные машины бессильны. Тогда в небо поднимается он – Boeing 747 Supertanker. Один из самых больших самолетов, то в мире переделанный в машину по тушению огня. Этот летающий гигант способен брать на борт более 19 тысяч галлонов воды или огнегасящей пены. Он не просто сбрасывает воду. Он создает стену дождя, плотную как занавес. Его одного достаточно, чтобы остановить фронт огня шириной в несколько сотен ярдов. Машина летает на малой высоте. Всего несколько сотен футов над землей. Это требует невероятной точности от пилотов. А ведь речь идет о четырехмоторном лайнере длиной более 200 футов. Все в нем, на грани возможного, от аэродинамики до логистики. Supertanker применяли в Калифорнии, Израиле, Чили, везде, где огонь выходил из-под контроля. Его появление в небе – как прибытие воздушного титана. Один сброс и ландшафт меняется. Но даже этот гигант не так страшен, как следующий зверь. Потому что он не боится ни воды, ни огня. Он движется там, где человек выжить не может. И создан, чтобы покорить самую холодную точку планеты. Ты видел ее в фильмах. Ты думал, что это бутафория. Но ландмастер – реальный. Машина из ленты Дамней Шинеллы действительно существует. И она работает. Ландмастер – это гибрид танка, грузовика и дома на колесах. Длина почти 30 футов. 12 колес, каждая пара которых может наклоняться для преодоления препятствий. Он едет по склонам, горам, болотам. Он не плывет, но он ползет. Изначально построенный для кино ландмастер оказался настолько прочным и функциональным, что его решили не утилизировать. Машина пережила десятилетия и до сих пор способна двигаться. Ее кузов сделан из стали толщиной в дюйм. Внутри автономная система жизнеобеспечения, баки для воды и системы фильтрации воздуха. Ее тестировали на реальных полигонах. Она преодолевала бетонные барьеры, ехала по болоту, валяла заборы и… не ломалась. Даже через 30 лет после съемок она завелась и проехала по парковке, словно только что сошла с конвейера. Ландмастер стал символом инженерного бунта. Машина, созданная как вымысел, но оказавшаяся настолько реальной, что ее боятся даже современные броневики. И пусть это всего лишь кинообраз, но финал идеален. Мы начали с мечты о ядерном вездеходе, прошли сквозь огонь, лед, броню и сталь и пришли к тому, что реальность уже давно обогнала фантастику.